Посетители сайта американского телеканала Fox News прокомментировали высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего политику США в отношении России тупой. Всего под материалом оставлено 75 откликов. Комментарии представлены выборочно. Россия вот-вот захватит Украину, а Китай Тайвань. Они знают, что США сдадут назад, особенно с Байденом во главе. Скорее всего, они сделают это одновременно, на глазах у оторопевшего мира. Это как раз то, за что и голосовали глупые демократы. Они не рискнули бы, если бы Трамп стоял во главе страны. Вынудив Трампа не говорить с Россией из-за этого фальшивого расследования, мы потеряли свой шанс сорвать альянс между Китаем и Россией. Лавров прав. Мы тупые, указывает пользователь Space Frontier. Мистификация с русским заговором поставила нас на неудачный путь. Нисходящая спираль в духе ока за око в американо-российских отношениях поспособствовала укреплению партнерства между РФ и КНР и положила начало второй холодной войне с русскими, когда Путин заговорил о потенциале российско-китайского военного альянса 22 октября 2020 года. В этой второй холодной войне уже двое выступают против одного. Те, кто стоит за грязным трюком Хилари Клинтон против компании Трампа, нанесли больше вреда долгосрочной национальной безопасности Америки, чем кто-либо из предшествующих поколений, отвечает на предыдущий пост Вест Коаст Индепендент. Вот не факт, что у США в принципе есть политика в отношении России. Байден недостаточно умен, чтобы иметь какую-либо политику в отношении чего-либо. Отметил Биг Дэйв 121. Я не поклонник Байдена и того, что он назвал Путина убийцей, что уже имело негативные последствия для Украины, но у Лаврова явно невыполнимая задача. Вот как министр иностранных дел России может представить действия своего высшего руководства в отношении Крыма, Украины, Сирии и Навального, приемлемыми для Европы или США. Ему было бы лучше продвигать альтернативу путинизму. Рассуждает Корвьюс. Крым и Украина не входят и не должны входить в сферу влияния США. Попытка втянуть Украину в НАТО – провокация. Представьте себе, если бы Варшавский договор, когда он еще существовал, попытался бы заставить Мексику присоединиться к нему. Отметил Драгон 57. Пути начинает паниковать. Грядут санкции и контрмеры. Ликует Нотовен Фрамхер. Ситуация обострилась на следующий день после звонка Байдена президента Украины. Байдену нужна война. А его марионетка на Украине делает то, о чем просил Джо. Делает вывод Салата. Единственная тупость политики Соединенных Штатов в отношении России – не делать больше, чтобы остановить ее агрессию. Любой в правительстве, кто не признает ту абсолютную ненависть к американцам, которую испытывают русские, глуп и опасен. Россиянин жалуется на санкции, потому что санкции бьют по его кошельку. Другими словами, они работают. Высказался Джеймс 196. Если Россия считает это тупым, значит все делают правильно.